Фонтан Треви, известный во всем мире благодаря фильму «Сладкая жизнь», является обязательным этапом пути гостей столицы. Любой из них обязательно бросает в него монетку, что обеспечивает ему возвращение в вечный город. Шедевр Николы Сальви 18 века развивает сюжет владычества океана. Рядом со статуей Миктуна в центральной нише тритоны сдерживают морских коней. Одного спокойного и одного взбешенного, символизирующих разные ипостаси моря. Грандиозность фонтана становится подавляющей благодаря небольшим размерам площади, окружающего как театральную сцену. Сплетение узких переулков, по которым с Виа-дель-Корсо мы попадаем на площадь Испании, является самой живой частью города. Кроме шедевров искусства, тут находятся и очаровательные магазинчики самых известных итальянских стилистов. Начиная с 18 века, площадь Испании является излюбленным местом встреч римлян и иностранцев, которые запруживают строгую лестницу работы Николы Сальви. Ступени ведут вверх, к церкви Тринитады и Монти. У подножия лестницы стоит так называемая лодка, знаменитый фонтан Бернини, достаточно необычной формы. Это старая полузатопленная лодка, установленная в низкой чаше. Гербы на лодке принадлежат семейству Барберини, заказчику фонтана. Двигаясь дальше по Виа-дель-Корсо, мы попадаем на площадь Венеции, которая, несмотря на свое богатое историческое прошлое, была многократно перестроена в XIX и XX веках. То были годы больших перемен в урбанистике города. Италия объединилась лишь недавно, и молодой стране была нужна достойная столица. Строительство колоссального комплекса, монумент по Виторию Эммануэли, является составной частью этого проекта. Тут размещается исторический музей, но больше всего он известен могилой неизвестного солдата.